Всем изи кам, изи гоу, пацаны! Сегодня у нас миллион, очередной трек с Банданой 1, а меня по-прежнему зовут Стас Гарф Прот, и давайте стартуем. Темп наш 165 ударов в минуту, и добавим фортепиано Клоуз Грант из стандартного набора звуков, и пропишем на нём мелодию, которая начнётся вот так. Та-тан! Вот такой вот супер-мега-простенький скелет у нашей мелодии, так что давайте пропишем интервальчики. Вот сюда ещё, вот эти нотки продублируем на октаву вверх. Ага, что-то уже вырисовывается, здесь интервал на Д-шарп, здесь на Д-шарп, и Д-шарп наверху, а к нотке С у нас будет интервалом F всегда. Осталось только все нотки продлить. Давайте нажмём Alt-S, чтобы всё это дело стормануть как-то не сильно. Акцепт, теперь Alt-R, чтобы немножко рандомизировать Velocity. Так как-то... Наверху выделяем Ctrl-B, 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 продлеваем на 8 тактов. И я предлагаю вам тот же самый социальный контракт, что и в прошлом видео. То есть вы прямо сейчас ожесточённо шарашите по лайкам под этим видосом. А я продолжаю снимать разборы битов с альбома Bandana 1. Как вам такое предложение? По-моему, идеально. Так что предлагаю прямо сейчас под это видео пройти и безудержно шарахнуть по лайку. И тогда уже следующий разбор не за горами. А мы добавим следующие звуки. Вот этот звук, по-моему, играет в начале каждых четырёх тактов. Буста ему. В моде поставим Stretch, потому что у меня он из супер какого-то мега древнего набора звуков, в котором у всех звуков обрезан низ. И поэтому, чтобы этот низ свернуть, я сыграю на нём в октаву. Вот этот звук чуть потише. Идеально. И ему будет помогать. Вот этот колокол EQ в минус. Буста добавим. Out. Играть он будет что-то типа... И всё. И в нём тоже поставим Stretch. Чтобы верхние звуки были подлиннее. И Out. И чуть-чуть подкрутим ещё. Ещё во вступлении и в бридже какой-то там басец играет. Я решил взять вот этот. Клип ему включим. И... А, нормально. Envelope настроим. Он будет играть по тем же ноткам, что в мелодии. Чуть сократим каждую нотку. И продлеваем так же на все. Восемь так. Почти все основные инструменты прописаны. Но теперь добавим Analog Love. Использовать именно Analog Love не обязательно. Но просто вот здесь мне нравится вот этот Sign Lead. Я ему добавляю тут дилея, ревербы. Добавляем Brightness и громкости. По факту такой звук есть почти в каждом синте. Но у меня он под рукой всегда оказывается в Analog Love. И там играется мелодия что-то типа... И чуть сократим. Да, этот лид немного громковатый. Все пока звучит как каша. Значит добавляем еще один инструмент. Eiffel Kiss. Только не пиано, а... Вот этот орган. Орган, я хотел сказать. Вы не о том подумали. По тем же ноткам, что и был. Это значит, что будет фаршлаг. Нет, не так. Вот так. Да-да-да. И вот здесь фаршлагок. Вот так. И здесь тоже фаршлагок. И давайте сюда тоже добавим фаршлаг. Звучит этот орган пока далеко не идеально. Но мы кое-что на него такое повесим, что он зазвучит просто шикарно. Волшебно он будет звучать, короче. Ну и как обычно, почти все ударные я взял из MZ. И вот этот я взял из Shotigoat. Ну и раз уж конкретно ты досмотрел до этого места, то прямо сейчас рекомендую тебе подписаться на мой канал. Потому что, судя по всему, это видео тебе интересно. А если тебе интересно это видео, то другие мои видео тоже будут интересны. Так что прямо сейчас немножко промотай на компьютере и нажми подписаться. Либо на телефоне просто вот так пальцем проведи вверх по экрану. Ну или просто переведи в вертикальный режим и нажми подписаться. От этого мне станет очень хорошо и приятно. А ты будешь получать уведомления о моих видео, которые, я надеюсь, будут тебе интересны. А мы пропишем 808 бас. Естественно, Cut It Self обязательно надо включить сразу. И он будет играть у нас по тем же самым ноткам, что и другой бас. И здесь F. И вот так. Все. Бас прописан. По-моему, звучит просто волшебно. Сразу жмем Ctrl L. Жмем Ctrl C и Ctrl V на кик. На кике жмем Alt плюс K и Enter. В басе настраиваем ему Envelope. И с помощью дилея делаем Side Chain. Чуть-чуть перегружка показывает. Чуть-чуть нормально. Теперь snare наверху выделяем Ctrl B. Ctrl C, Ctrl V на клэп. И вот, по-моему, просто вот каждый четвертый убираем. Дополнительный snare звучит просто феноменально сложно. Ну и хай-хэт. Сразу же ему Sample Start открутим. Почему бы и нет? Давайте Shift крутанем сразу. Мы же нормальные ребята. Начинается он вот так вот. Потом... Тут один вид только пробежек. Вот такой вот. И их тут достаточно много. Первые два такта звучат вот так. Ctrl B. И здесь мы просто вот это убираем. И повторяем пробежечку. Это в конце три раза. А как вы думаете, где звучит вот этот Open Head? Которому мы тоже открутим Sample Start. Немножко открутим Out и EQ. Ну и, конечно, ему мы еще добавим Stereo Delay. Звучит он именно в тех местах, где играет пробежка. Ну, кроме вот этих двух. Давайте, кстати, закрытым их. Это тоже немножко Stereo Delay крутанем. И теперь... Идеально. У нас прописаны все звуки. Теперь их переименуем и сбросим на микшер. Ну, я еще сразу собрал все в групповые каналы. И давайте сразу пару обработочек на пианино. Ну, в смысле пару. В смысле одну. RC20. Отпилим низ. Дадим реверба. И капельку, капельку, капельку перегруза. Теперь ее, вот эту самую обработку, перетаскиваем сразу на Tubular Bell. И тут чуть-чуть вверх. Вот буквально чуть-чуть вверх отпилим. И дадим еще чуть побольше реверба. И убавим. Но самое главное у нас Horns, на которые просто необходимо зашарашить Ozone и Major. Он в треке Stereo, а у нас он Mono. Поэтому включаем Stereo Ice и не жалеем, скажем так, усиления. А на этот Sign Lead нужно бахнуть Stereo Enhancer. Чтобы тоже его очень агрессивно расширить. Ну и немножко громкостей. Ну и что я обещал сделать с Органом? Это жахнуть на него что-то крутое. И это Vintage Rotary. Уже неплохо, но... Выбрали Dioti и... Волшебно. Только немножко низа ему на стандартном эквалайзере уберем. Теперь давайте на групповой канал инструментов бахнем Saturn. Tube Clean Tube. Разгоним вверх. И орган убавим. И теперь про Q3. Немножко низ. Немножко mid на средних частотах. И сайда снизу дофига. Отпилим, в смысле. Отпилим дофига сайда снизу. Нормально. И на ударку тоже Saturn. Tube Clean Tube. Также Band выше 2 кГц. Ну и можно еще немножечко Ozone и Major. Stereo Ice включим. И буквально чуть-чуть. Ну и ладно. Все-таки. Давайте все-таки сделаем канал с реверберацией. Room Style. Room на Valhalla Vintage World. Поднимаем вот этот Band. И добавляем параметрик перед ним. Чтобы ограничить входящие в него высокие частоты. Его роутим на канал с ударными. И по чуть-чуть зароутим все сюда. Как-то так. Теперь давайте все это за сплит-байт-ченнели. Ну и самое время заняться вступлением, в котором у нас есть. Немножко сэмплирования. Конкретно момент из этого трека. Ага. Перетаскиваем его. Таймом подгоняем под два такта. И питч поднимаем на 600 центов. Отправляем на какой-нибудь там канал микшера. Назовем его A1. Сразу убавим ему стереобазу до нуля. Закинем на него параметрик Q2. И обрежем низ. И с этим сэмплом там одна маленькая фишечка сделана. Я ее не придумал. Окей. Дублируем. Делаем уникальным. Отправляем на соседний канал. Назовем A2. Сокращаем все до одного такта. Делим пополам. Вот так разделяем. Вот так вот параметрик перетаскиваем на него. И отпиливаем еще больше низа. И после него вешаем Вальхала Дилей. Ну или любой другой дилей. Нам нужен Half Note. И я выберу Тейп. Микс на 50%. Фидбэка побольше. Спреда типа 8 секунд. Чтобы было. Если вы прислушивались, то на заднем плане в оригинальном треке какой-то дилей точно есть. И по-моему он только вот на этот кусочек и на этот кусочек. И он как бы на лейеринг к основному звуку. Вот этот звук давайте мы в стерео на максимум. Вот так. И вступает следующая капелла. То есть Мемфис. Который я возьму из Креп Кита. Креп Кит В2. Вот этот кусочек нам нужен. Перетаскиваем его точно так же. Его мы уже ускорим до одного такта. И поднимем на 800. Звучит он вот так. Его мы отправим тоже на какой-нибудь соседний канал. Ctrl L и A3 назовем. На него уже нужно повесить Pro Q3. Чтобы отпилить. Когда вступает вот этот сэмпл. У нас играет пианино, хорн, стублер бэл и бас. И после вот этого кусочка вступает почти полный бит. Без органа и без хай-хетов. Потом вот так это сокращаем. Вступает полный бит с хай-хетами. А то он повторяется, но без закрытого хета. Потом вот так. А потом вот этот кусок уже с органом. Чуть-чуть добавим кик. Вот такие вот настройки на клиппере. И самое время для озона на мастере. Gentle High End на Exciter, в котором чуть-чуть немножко надо убаивать вверх. Для Vintage Q чуть-чуть отбилил 200 Гц. На InMajer, Enhanced Space, на Maximizer. Вот такие вот настройки. Ну и перед тем, как мы послушаем, надеюсь, по вашему мнению, этот шикарный биток. Напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу от А до Я в стиле новой школы и трэпа. Который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео показалось вам интересным, полезным или просто чуть-чуть понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим видео. И, как я уже говорил, обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на канал. Предлагаю вам сделать это прямо сейчас. Просто нажмите кнопочку подписаться, и мне станет хорошо, а вы будете получать уведомления о моих новых видео. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. Я уже жду вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok